Ужесточение правил дорожного движения и увеличение штрафов направлены на улучшение ситуации на дорогах, а также повышение ответственности граждан, севших за руль. 8 ноября сотрудники ДПС провели рейд по выявлению нетрезвых водителей. О результатах этого рейда рассказывает наш корреспондент Екатерина Чернышева. Добрый вечер, Гайлининский районный инспектор ДПС «Домашку». 22 часа. Поселок Развилка. Сотрудники ДПС проводят рейд трезвый водитель. Время выбрано не случайно, так как в субботний вечер велика вероятность встретить пьяного за рулем. Чаще всего, если человек находится в нетрезвом состоянии, он забывает пристегнуться, включить ближний свет, нарушает. Ну а также бывает то, что медленная езда, либо езда, наоборот, превышение скоростного режима. Определить нетрезвого водителя для опытного сотрудника ДПС не представляется сложной задачей. И пойманный нарушитель понесет весьма серьезное наказание. Грозит лишение водительского строения и штраф 30 тысяч рублей по суду. В этот вечер сотрудниками ДПС было остановлено большое число автомобилей. Однако ни одного пьяного водителя так и не удалось обнаружить. Хотя это скорее приятная новость. По словам инспекторов, ужесточение правил и увеличение штрафов повлияло на дорожную ситуацию в положительную сторону. Да и сами водители стали более ответственными. Однако нарушений правил дорожного движения в этот вечер было выявлено немало. Уже более двух лет назад в Кодекс Российской Федерации были внесены изменения, касающиеся повышения ответственности водителей, управляющих транспортными средствами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности. Другими словами, запрещена тонировка стекол передних дверей автомобиля более чем на 70%. Именно нарушения подобного типа и были основными в ходе этого рейда. Водителям предлагалось снять тонировку на месте и выписывался штраф на 500 рублей. Тонировка идет на мероприятие. Как вы видите, автомашины с тонированными передними стеклами. Снимаем госрегистрационный знак, вставляем административные материалы. Мне обидно, все правильно. Закон уже. Проверка документов, осмотр и в случае необходимости досмотр автомобилей. Составление административных протоколов. Несмотря на большой объем выполняемой работы в ходе рейда, у водителей не возникло претензии к сотрудникам ДПС. Чего дурно? Я не ожидал, что такого. Екатерина Чернышева и Адамия Наталья Буслаева, Видное ТВ.